Как можно решить проблему КНДР? Самый простой вопрос за сегодняшний день. Вы знаете, я с коллегами в приватном порядке разговаривал, но не считаю нужным здесь что-то скрывать. Повторю то, что и говорил в частных беседах, и в официальных. И, собственно, то, что должно быть у всех на слуху, и для любого здравомыслящего человека понятным должно быть. Вот смотрите, все хорошо помнят, что произошло с Ираком и Саддамом Хусейном. Хусейн отказался от производства оружия массового уничтожения. Тем не менее, под предлогом поиска этого оружия был уничтожен и сам Саддам Хусейн, и члены его семьи при соответствующей известной военной операции. Там даже дети погибли, внука, по-моему, его застрелили. Страна разрушена, и Саддам Хусейн повешен. Послушайте, но это же все знают, это все помнят. И в Северной Корее это хорошо знают и помнят. Вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения? Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что они носят провокационный характер. Но забывать про то, что я только что сказал примитительно к Ираку, а затем и к Ливии, мы тоже не можем. И уж в Северной Корее точно не забудут. А использование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным. Да они, как я вчера сказал одному из своих коллег, траву будут есть, понимаете? Но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности. А что может обеспечить безопасность? Восстановление международного права. Нужно ввести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами. Нужно, чтобы у всех участников этого процесса, в том числе у Северной Кореи, не было никаких соображений, которые были бы связаны с угрозой их уничтожения. А наоборот, чтобы все стороны конфликта встали на путь сотрудничества. В этих условиях и в этой ситуации нагнетание военной истерии совершенно бессмысленно. Это тупиковый путь абсолютно. А потом, ведь у Северной Кореи есть не только ракеты средней дальности, а мы убедились в том, что они есть. Есть не только ядерный заряд, а мы знаем, что он есть в руках Северной Кореи. Но там есть ещё и дальнобойная артиллерия, и система залпового огня до 60 км дальности. Против этих систем оружия вообще бессмысленно применение противоракетной техники. Нет, в мире сегодня не существует средств противодействия дальнобойной артиллерии или системам залпового огня. А потом их разместить можно так, что их найти практически невозможно. В этих условиях нагнетание военной истерии до хорошего не доведёт. Это всё может привести к глобальной планетарной катастрофе и к огромному количеству человеческих жертв. Никакого другого пути, кроме мирного дипломатического способа решения северокорейской идеальной проблемы, не существует. Продолжение следует...